Приветствую, друзья, на канале Степан Холера. Мы с вами продолжаем играть в игру Soul Zero Mars Colonization. И, к сожалению, прошлый сейф, где мы с вами высадились уже на Марсе и начали было развивать свою базу, к сожалению, он не загружается. И автор этой игры в Стиме как раз об этом и говорит. 25 числа он выпустил патч, и, по идее, этот патч должен решить эту проблему. Короче говоря, мы с вами начинаем новый. Fresh Start. Новый старт. И я предлагаю опять выбрать ту же самую область. И я надеюсь, что у нас теперь все получится. Так, поехали. Новая игра. Далее выбираем мы с вами Normal. И норм этот будет указывать на то, что у нас будет не очень много разных метеоритных дождей, пылевых бурь и так далее. Так, хорошо. Что у нас есть? Сейчас у нас есть два ровера. У нас есть заправка. Далее я предлагаю не везти вот это вот, а взять по максимуму еды 690 и взять водички чуток 40 литров. Погнали. Погнали. Наша первая миссия. Ну, теперь мы с вами знаем, что не так уж первая. Но будем считать, что это первая миссия. На тренажерах. Так, хорошо. Давайте смотреть сразу же, что у нас получается. У нас получается, что вот оно место большое, да, где в принципе можно делать базу. Вот, понятное дело, что придется по ресурсам еще решить. Вот, может быть, да, вот здесь база, наверное, будет лучше всего стоять. Тут вот есть место. И вот здесь вот тоже довольно-таки большое место. Вот, но сейчас нам все равно, где высаживаться, потому что у нас привезение продуктов, привозка, в общем-то, будет продолжаться и дальше, и два ровера. Нам все равно, где мы с вами высаживаемся. Потому что мы все равно потом будем этот модуль спускаемый забирать отсюда, и он никак не повлияет на нашу будущую базу. Так, погнали, да, давайте мы сразу же начинаем исследование. Сразу же делаем ему роут. Вот, и прям с места в карьер мы с вами нашли клей. Глину, по идее, да, где-то здесь. Так, погнали. Постараемся по максимуму здесь все узнать. У нас два ровера, для этого есть все возможности. Вот, вначале я предлагаю вот так вот по периметру покататься. Потом мы с вами будем все сужать, сужать область поиска полезных ресурсов. Вот, и второй ровер у нас будет кататься с другой стороны. Так, высаживаем его. Да, вот, кстати, смотрите, интересный такой вот момент. Я об этом раньше не знал, что вот это, то, что мы с вами привезли воду и еду, она здесь выгружается и в автомате, ну, где-то здесь хранится. То есть она не остается в спускаемом модуле. Вот это, по-моему, интересный такой вот момент. Кстати, вот она, эта глина, да, смотрите. Глина и вода у нас появилась. Это здорово. Так, хорошо. У скалы, понятное дело, что склоны холмов, вот этих склоны гор. Да, и здесь мы видим, что вулкан такой нехилый, большой такой. Да, вот, скорее всего, из-за этого тепла у нас появляется вода, которая стекается склонно в горы и превращается в лед. Ну, и понятное дело, что глина тоже самое, сопутствующий элемент такой. Так, а тем временем, смотрите, мы нашли еще глины. Глины, гипс и руду нашли. Здорово. Это мне нравится. Пока что мне все нравится. Так, хорошо. Давайте смотрим на этот, немножко ускоряемся и ожидаем следующего старта. Так, стоп. Остановились, да? Погнали дальше. Дальше ему прокладываем маршрут. До 120 дня сейчас мы работаем. Пока у нас автоматическая миссия. Здесь космонавты совершенно не нужны. Они будут только проедать продукты. Но, как оно, в общем-то, и в реале. Все. Вот многие игры довольно-таки, хоть и говорят, что они не реалистичны в чем-то, вот, но основа все-таки у них какая-то такая вот более-менее реалистичная. В частности, вот, при любых полетах и экспедициях на Марс, если планируется колонизация, да, то сначала отправляются туда роверы, сначала отправляются туда ресурсы, а потом уже и люди. Так, поехали. Так, где у нас больше? Ну, вообще-то, здесь больше, да, получается, поэтому роверу, нижнему роверу у нас будет больше работы. Поэтому давайте мы этого отправим вот так вот, немножко на помощь. Довольно-таки много камней, с которыми придется потом бороться. И вот эти вот камни, что я уже заметил, они генерируются случайным образом, каждый раз на карте. То есть, можно эту карту переигрывать. К сожалению, ресурсы, к сожалению, они генерируются один раз. Ну как, они не генерируются, они заложены на этой карте. Вот, хотя, по-моему, было бы неплохо, если бы была возможность их генерации. Вот тогда любая карта, можно было бы ее переигрывать множество раз. Различных баз строить, по-другому как-то здесь строится. Вот, но я уже вижу, что вот у нас, смотрите, да, вот здесь. И в прошлый раз у нас здесь была глина и немножко воды. Вот тут вот я не помню. Кажется, мы в прошлый раз до этого не доисследовали. Так, что тут у нас? Скоро заканчиваем, поехали. И сейчас будет окно, во время которого мы с вами запустим новую ракету сюда. Так, а я вы... да, выкинул, все верно. 67% у нас уже заправлено. Скоро будем отправлять. Так, следующий роут, поехали. Отличный такой прямой участок получился. Вот, ну, короче говоря, здесь получается, что вот у нас уже 100 дней прошло, да, получается, что где-то, наверное, пару лет уйдет просто на различные исследования. Интересно, внутрь я могу заехать каким-то образом? Нет, слишком крутая поверхность. Ровер легко мы можем с вами потерять после этого. Так, поэтому давайте здесь... Да, исследуем. Так, хорошо. Что у нас второй? У нас второй заканчивает. У нас уже 112-й день. И, в общем-то, сейчас будет окно для запуска следующего космического корабля на Марс. Поехали. В этот раз мы с вами запускаем снова-таки метан-экстрактор 160 килограмм. Далее я предлагаю запустить форк-лифт, вилочный погрузчик, да. И я так думаю, что нам нужна еще вода, да, максимальное количество воды, которую мы можем с вами взять. 240 литров. 400 килограмм еды и 280 литров воды у нас с вами будет. Это означает, что первый колонист сможет протянуть до следующего запуска ракет, так 100% он протянет. Так, снова-таки я предлагаю высадить где-нибудь вот здесь вот. Может даже как-то... Да все равно где высадить. Вот, например. Так, сразу же заправляем, сразу же выезжаем и погнали на место нашей будущей базы, которую я предлагаю все-таки, наверное, вот тут вот поставить. Смотрите, очень много места. Вот тут вот тоже, в принципе, неплохое, но мы посмотрим по ресурсам. Вот, мне тоже здесь нравится. Здесь нравится и вот здесь вот. Но в любом случае погрузчик, вернее, да, погрузчик пускай подъезжает куда-то сюда поближе. Так, ровер. Ровер, продолжаем. Исследование планеты. Самое интересное, пожалуй, наверное, да, во всех... Вообще во всем, что может быть, это исследование и познавание чего-то нового. Да даже не то, что в реале, это даже в игре, по-моему, тоже интересно. Вот, если вы следите за игрой Elite Dangerous Horizons, с этим, с DLC Horizons, то, наверное, знаете, да, что многие воцплейщики, которые в нее играют... Сейчас там, в общем-то, играть не во что совершенно, ну как... Есть там какая-то торговля, но планеты пока пустые. Высаживаться вы можете, но особо там делать нечего. Добывать ресурсы, насколько я знаю, нельзя. Да, можно драться между собой, но пока что игра в разработке. Но даже в таком вот варианте довольно-таки интересно исследовать все системы, которые есть. То есть, высаживаться на планеты, смотреть на эти просто нереальные космические зрелища, с какого-нибудь близкого спутника планету-гигант наблюдать. Или с планеты, которая находится на близкой орбите к Солнцу, или к звезде какой-нибудь, синий, красный, красному карлику. Короче говоря, просто невероятно. Я смотрю и наслаждаюсь этими космическими видами. Так, что у нас? 170-й день. Давайте мы немножко еще ускоримся. У нас доезжает... Вот, доехал. Так, хорошо. Доезжает ровер. Мы с вами... Вот тут вот немножко давайте... Заценим. Но здесь немножко глины воды, к сожалению, нет. Вот вода тут, наверное, вся испарилась, когда упал сюда метеорит. От воды ничего не осталось. Только камни разбросало, и все. Вот, а то, что здесь вот метан есть, это мне нравится. Это значит, что мы сможем сюда присылать большие корабли и их заправлять. Нужно будет разведать, понятное дело. Побольше месторождения это все-таки маленькое. Так, где наш второй? Так, хорошо. Вот я не смотрел прохождение вот этой игры. Да и, откровенно говоря, вот она вышла 15 января в Стиме. В комментариях мне писали сразу же, что вышла она там чуть ли не год назад. Возможно, это была какая-нибудь альфа или бета, и она была вот в этом в доступе, досрочном, да, доступе. Я о ней совершенно не знал об этой игре. Вот, спасибо одному из друзей в Стиме, который мне ее подарил. И открыл, откровенно говоря, потому что так бы и прошли мы мимо. Но игра мне нравится. Вот игра мне нравится, я заходил в Стим, решал проблему с загрузками. Вот, и, конечно же, забрел в Стим мастерскую, плюс посмотрел потом скриншоты игроков, других игроков. И там такие базы, там такая красота. Особенно мне нравится симметричное все. Вот, если база симметричная, такая она компактная, это восхищение настоящее. Вот, ну и действительно, мы с вами знаем, что для того, чтобы достичь успеха в этой игре, здесь, в общем-то, нужно планирование. С планированием тут, в общем, посмотрим. Короче говоря, посмотрим, должно у нас что-то получиться. Так, этот поехал, этот поехал, да. И у нас будет, сколько это? 240. 240 дней. На 240-й день у нас открывается еще одно окно. Окно в Париж, если кто не смотрел. А здесь окно на Марс. А здесь месторождение просто офигенное, я вижу. Огромное месторождение метана. И не менее огромное месторождение вот гипса. Да, Storm Imminent. Это нехорошо. Да, вот такие вот, смотрите, а? Вы только посмотрите. Офигеть! Интересно, как это повлияет на наши роверы. Они, по идее, питаются от солнечных панелей, да? И, может быть, они прекратят работу на некоторое время. Я надеюсь, не навсегда. Так, хорошо. Мы сейчас с вами будем должны начинать привозить supplies. Вот. И все-таки вот эту вот штуку металловую заправку я тоже возьму. И как раз у нас получается, смотрите, 14 7000. Да, все. Поехали. Работают, работают. Хорошо. Вот. А теперь, блин, как не вовремя. Вот эта вот пылевая буря. Просто офигеть, как не вовремя. А нам нужно сейчас решить, где же нам с вами строить базу. Вот здесь вот? Или все-таки вот здесь? Вот тут вот есть вода, да? Тут есть вода. Дальше. У нас полезные ископаемые. И вот здесь вот есть большое месторождение метана. Наверное, все-таки мы где-то будем строиться с вами. Вот. Или вот тут, или вот тут. Наверное, все-таки вот здесь. Здесь много места. Или тут. Смотрите. Поэтому мы приземляемся. Ну, вот здесь. Мы с вами приземляемся. И будем считать, что это начало нашей базы. Сразу же пошла заправка. Далее тут заправляется. Здесь заправляется. Здесь уже мы с вами заправились. Отправляем. И полетел, вылетел из... Вы видели, да? Вылетел из пылевой бури. Вот. Ну, пылевая буря или нет, нам все равно нужно дальше с вами работать. Нам, потому что я говорю, что я управляю роутерами... О, роутерами. Роверами. Роутеры это немножко другое. Относится к компьютерной технике и, в частности, к сетям. Да, так вот, я управляю роверами с Земли. Считай, ну, не я, может быть. Пускай это будет наш тот космонавт, который потом в конечном итоге сюда прилетит. И будет обживаться. Так. Вот, я думал, что они не будут работать. Нет, работают и все в порядке. Хотя мы с вами прекрасно знаем, что вот эти вот пылевые бури как раз причина того, что один из роверов, реальных роверов на Марсе, где-то застрял и все. Остановился он и больше уже не работает. Curiosity еще продолжает работать. Любопытство, да, переводится. Вот, он еще функционирует. И буквально вот на днях я читал о том, что он начал брать пробы песка. Он и раньше брал пробы. Кажется, в 12-м году. Пробы песка брались из дюны. Просеялся этот песок. Там что-то еще с ним делались. Какие-то химические реакции. Скорее всего, на наличие каких-то компонентов. Может быть, даже органической жизни. Не знаю. Но вот сейчас, он буквально там две недели назад взял большой такой вот кусок марсианской почвы. Песка. Фотография этого ровера стоит на Марсе. Горы. Пустыня абсолютно безводная. Каменно-песочная. Так, ну что-то мне не нравится вот этот напряг, который мы с вами наблюдаем. Если это нас застанет, вот такая вот пылевая буря, когда у нас будут здесь... Мы будем полностью зависеть от солнечных панелей, это будет нехорошо. Мягко говоря. Так как они будут давать очень мало электроэнергии. И нужно будет больше панелей для того, чтобы обеспечить всю нашу базу. Так, ну вроде бы как пронесло, да? Хорошо. 240, 360. И у нас будет тень. Вот, ускоряем еще немножко движение наших роверов. Окончательное решение, где же все-таки или вот здесь вот делать, или вот здесь. Вот тут вот, смотрите, тоже большое место такое. Я приму, когда уже прилетит первый наш астронавт. Так, рот, поехали дальше. Там, где больше места свободного, там и будем делать. Потому что бульдозер, который позволит убирать камни, не сразу у нас попадает сюда на Марс. Для этого, чтобы он сюда, его доставить, нам нужно будет большую ракету запустить. Для того, чтобы ее запустить, нам нужно обязательно будет заправочные станции поставить. Большие танкеры такие, да? Емкости для заправки. А это быстро не делается, к сожалению. Вот, и здесь у нас с вами есть зависимость. Количество построек от, как ни странно, количества несчастных случаев. ЧП различных катастроф и аварий, оборудования. Но это, в принципе, можно понять логически. Если у нас есть один астронавт, он обслуживает несколько механизмов, то на это уходит у него какое-то время. Чем больше механизмов, тем больше ему нужно будет обслуживать их. Тем дольше и больше. И наступает какой-то момент, что он уже физически не может их обслуживать, эти самые механизмы. Вот это я к тому, что если, скажем, у нас есть один астронавт, и мы с вами поставили слишком много различных строений, то эти строения тогда со временем начинают гореть, вода замерзать в трубах, метан где-то пропускается и так далее. То есть нам нужен тогда обязательно второй астронавт, для того, чтобы то количество работы, которое было возложено на одного, делали два. И тогда количество несчастных случаев уменьшается. Так, это я все к тому, что нельзя сразу же прям запускать этот большой корабль. Так, не хотелось бы привезти побольше всяких ресурсов. Так, у нас сейчас будет... Скоро, вернее, будет. Так, ланч, хорошо, поехали. Вот, следующий ланч у нас будет точно таким, как предыдущий. Мы будем с вами завозить полностью... Вот так вот. Стройматериалы. Оборудование, так скажем. Которое понадобится в дальнейшем для строительства базы. Вот, оборудование, понятное дело, мы высаживаем где-то сюда, поближе к нашей будущей базе. Так, ну вот здесь вот база точно не станет это означать, что я могу где-то здесь вот приземлиться, да? Или вот здесь приземлиться. Давайте здесь вот сядем. Так, что у нас здесь? Мы полностью с вами заправились и отправляемся. Заметьте, мы выгрузили 240 литров воды и 400 килограмм еды. Сухопайков. И улетает у нас. Так, хорошо. Что у нас по ресурсам? Ну, по крайней мере, начинает что-то вырисовываться. Смотрите, да? Хоть какое-то понятие, где тут что у нас есть. Вот, особенно вот это мне интересно. То месторождение воды и глины, которое вот на прошлой, прошлой базе я видел. Вот оно здесь действительно реально такое будет большое, как и тогда. Или все-таки здесь есть какая-то зависимость. Ну, хоть как-то генерируется, возможно. Так, да, нашел много, очень много мы видим. Нашел наш ровер. Льда. Этот у нас движется дальше. Большое месторождение руды. Так, 400, да, там у нас было сколько? 360. Это 480, да? 480-й день. У нас еще одно откроется окно для последнего корабля, автоматического, для доставки оборудования. Вот дальше у нас следующий корабль. После этого через один корабль у нас будет уже астронавт. И, наконец-таки, мы начнем с вами тогда что-то здесь строить. До этого момента нужно будет подготовиться все-таки. Хорошо, но до воды мы далеко. Вот если мы здесь базу с вами поставим, нужно будет сюда сходить, сделать танкер, бочку для воды и танкер для метана. Очень далеко нужно будет нашему астронавту ходить. Он будет, не знаю, в 100 дней, наверное, будет туда ковылять. Да назад потом. Вот если мы здесь базу сделаем, тогда это будет полегче. Значительно при том полегче. Смотрите, вот оно рядом все, да? Наверное, так оно и будет. Вот тут вот мы будем с вами лепить базу. Тут мало места пока что. Так, хорошо. Кто тут у нас первый доедет? Доехал так и продолжается у нас исследование. Тут буквально чуток осталось кусочек. Кстати, вот смотрите, да? Мы уже практически все исследовали, что нужно было. До высадки первого астронавта. У нас уже все здесь исследовано. Все не все, но много чего. Вот и дальше роверы наши будут использоваться только для... Ну, не знаю, что... Для связи с землей какой-нибудь, если будет какой-нибудь ЧП. Как в фильме «Марсианин», помните, да? Он... Этого ровера. Сначала с его помощью связался с землей, а потом... Он его вообще как... Как автомобильчик на радиоуправлении катался. Короче говоря, для развлечений. Так, еще одно месторождение у нас открыто. Так вот, это хорошо. Когда... То месторождение, которое будет находиться в нашей базе, закончится, исчерпает себя, вот мы всегда сможем сюда переместиться и здесь еще поставить. Остается вот такой вот небольшой кусочек. Доисследовать и... Начинается настоящая работа. Метеорит, Шавр и Менант. Отлично. Ну, хоть не в ровер попаду. Это уже радует. И не в наши спускаемые модули. Вот. И, кстати... Так, поехали. Последний наш корабль с... Ресурсами. 14. Полная загрузка. И следующий корабль уже будет с астронавтом. Наконец-таки. Наконец-таки подготовка закончена. И мы с вами начинаем исследовать уже серьезно. Основываем свою колонию. Но это будет через 120 дней. Не сейчас. Так, а где бы его тут поставить? Не очень далеко от нашей будущей базы. Вот здесь вот встанет, нет? Чтобы не очень и... Сильно помешать. И в то же время, чтобы космонавты, астронавты, вернее, не бегали постоянно. Кстати, вот тоже хорошее место для базы. Смотрите. Вот так вот развиваться. Сюда, туда. В общем, еще решим. У нас еще есть 120 дней. На все про все. Так, вот убил поставить. Приземлить. Да, вот сюда пускай. Так, самое главное. Не запустить, не запустить назад. Вместе с необходимыми ресурсами. Спускаемые модули. Ничего страшного не произойдет, понятное дело. Но не хотелось бы потом терять 120 дней. Для того, чтобы доставить новые. Кстати, я переживал, что он не будет проезжать. Проезжает свободно. Сквозь этот модуль. Нормально. Так, хорошо. Давайте немножко мы еще с вами ускоримся. Мы нашли глину. Мы нашли воду. Воды вообще-то, ну, немного, но есть. Особенно вот это вот. Меня радует месторождение. Водяное. Чуток здесь. Это когда у нас совсем будет худо. И вот здесь вот. Немножко больше. С водой. Но я надеюсь, что мы... Что не будет худо с водой. Кстати, а вот что будет, да? Если исчерпаются запасы воды. Только доставлять со следующими кораблями. Все. Больше ты ничего уже не сделаешь тогда. И вот он. Последний кусок. Это марсианской поверхности неизведанный. Но я не думаю, что здесь будут какие-то сюрпризы. Что-то мы с вами интересное найдем. Да, и вот здесь вот. Пускай подъезжает поближе к нашей базе. Где-то тут встанет. Так. И второй у нас... В общем-то, все исследовали. Вся у нас поверхность открыта. Вот здесь вот, может быть, чуток будет глины. Внутри мы не можем сюда попадать. В общем, все. Здорово. Ну, давайте мы направим вот этого парня. Пускай да и следует все-таки. Так, вот тут я проеду. Вот этот кусок. Черт не шутит, может тут воды много? Снова такие. А, да ладно! Я подумал, что сейчас запросто может, кстати, смотрите. Метеорит уничтожил часть колонии. Ну, пока все нормально. Что-то как-то много метеоритов, по-моему. Мы с вами среднее точно взяли? Не хард, не? Что-то мне это не нравится. Штормы у нас, пылевые бури, метеоритные. Уже два раза метеоритные дожди. Вот. И говорят, что два раза один метеорит в ту же воронку не попадает. То есть, если вот сюда они падали, то, может, здесь как раз и базу нужно будет ставить. Вот отсюда начинать. Ну, ладно. Так, хорошо. Я думаю, что сейчас будет уничтожен этот модуль. И нам придется снова-таки присылать следующую экспедицию. Присылать вместо астронавта снова ресурсы. Вот. Ну, вроде бы как повезло, да? Там что-то... Посадочная опора, может быть, была уничтожена. Так, следующий. Поехали. И вот сейчас у нас будет астронавт, друзья. Так. Мы берем с вами один астронавт, один заправочный модуль. И берем воды и ресурсов. Берем воды, ну, не знаю, литров. Я так думаю, что до 400 литров нам нужно воды взять. 280, 300, 400, да? И все остальное это будут у нас снова-таки ресурсы. Вот даже может быть вот так вот. 140 литров. Так, астронавт, заправочная станция и оборудование. Различное строительное, техническое, диагностическое, ремонтное, ну и так далее. Представьте себе, нужно все завозить, абсолютно все завозить. Здесь нет ничего. Так, хорошо. Высаживаемся мы... Так, ну, вот интересно, это мешает или... Ну, где-то, наверное, вот здесь вот. Он все равно потом улетит отсюда. Вот базу, я думаю... А нет, погодите. Наверное, вот тут вот лучше поставить его. Вот таким вот образом. А здесь же у нас ресурсы есть, да? Чтобы их сейчас не понапрасну... Ну, не то, что не уничтожить, а чтобы не помешать потом их добывать. Так, и у нас пошел астронавт. Побежал. Первый астронавт. А-а-а, я на Марсе, люди. Помогите. Я хочу домой. Вот, ну, на самом деле мы с вами знаем, что это люди действительно настолько храбрые, настолько, что эта храбрость соседствует, наверное, с каким-то... Ну, не будем, не будем дальше развивать тему. В общем, друзья, я предлагаю встретиться в следующей части и начинать развивать колонию уже серьезно. Вот. Ну, а сейчас я с вами прощаюсь. Всем спасибо за внимание. Всем удачи. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...